В рамках государственного визита в КНР голова Узбекистана Шабкат Мерзияев на встрече с руководителями крупнейших компаний Китая особо отметил вклад уже зарекомендовавших себя партнеров страны в обучении и поддержку одаренной молодежи Узбекистана. К примеру, руководством одной из них подписан меморандум с Ташкентским университетом информационных технологий, позволяющий расширить возможности студентов приобретения знаний и опыта. Со всеми плюсами знакомилась Дильдора Джураева. Цифровизация, облачные технологии, искусственный интеллект. Эти понятия уже ярко укрепились на экономических форумах и профильных конференциях нашей страны. Яркое тому подтверждение инициатива Шабката Мерзияева в объявлении 2018 год. Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. В этом сегменте узбекские коллеги и китайские коллеги укрепляют свое сотрудничество уже на протяжении более многих лет. И компания Huawei является одним из надежных партнеров. О возможностях и перспективах IT-технологий в цифровом безграничном пространстве и сердце технологических открытий. В Поднебесную отправилась группа журналистов, чтобы воочию увидеть, а после передать то, как рождаются идеи и как они обретают реальные очертания. Шэньчжэй, город будущего. Здесь мозговой центр инновационных идей, лучшие лаборатории, заводы по выпуску смартфонов, кампусы, учебные центры. Наш адрес тот самый. Известный бренд и проверенный временем партнер Узбекистана по внедрению высоких технологий Huawei. От тестового центра до штаб-квартиры компании, брифинги с ведущими топ-менеджерами, специалистами в мобильных технологиях, маркетингах, фейс-то-фейс с вице-президентом компании, ответственным за корпоративные коммуникации. Все это и многое другое вошло в программу «Медиатура». Организация «Давно Медиатура» показывает то, что наша компания готова поддержать и сотрудничать с правительством Узбекистана и дальше инвестировать и дальше развивать такие структуры, как электронное правительство, такие структуры, как электронная коммерция, безопасный город. Я думаю, что в будущем мы больше предоставим возможности и нашим сотрудникам, и, скажем, государственным органам взаимодействовать на единой платформе и понять более подробнее, как информационно-коммуникационные технологии смогут привести Узбекистан на высокий уровень развития. Умный дом, умная медицина, цифровая операционная трансформация, корпоративные решения в области КТ, виртуальная реальность, концепция умного города – это объединенные данные всех структур в единый онлайн-контент. То есть школы, университеты, больницы, предприятия, все организации связаны друг с другом. Осуществляется это на единой платформе. Как работает она, представили в выставочном зале. По словам разработчиков, система способна в городе с миллионом, а то и больше населения по одной лишь фотографии найти человека и рассказать о нем все. Все это поэтапно внедряется и у нас в Узбекистане. Инициатива президента, безопасный город, умная медицина, смарт-классы, облачное хранилище, данных основаны вот на таких высоких технологиях. И в этом деле хорошим партнером тоже видят Huawei. Одним из главных принципов нашей компании является сотрудничество и взаимопомощь. Мы не первый год работаем с Узбекистаном, и сегодня можно говорить о солидных успехах. Но главное, что интерес обоюден. С вашей стороны мы чувствуем стремление наращивать грани взаимодействия, внедряя самые новые и новые технологии, что призваны сделать экономику еще более конкурентоспособной. Какой он диалог китайских коллег и узбекских коллег? Планов много. Озвучивать их пока не время. Но мы твердо знаем, что будем и дальше наращивать партнерство. Направления выбраны точно, и вместе мы сможем добиться успеха. В этом плане добавлю, что Узбекистан, на наш взгляд, имеет огромный потенциал. И задачи, что ставят перед различными сферами президент Шавкат Мирзиёев, правильный, понятный и нацеленный на прогресс. И мы будем рядом, чтобы помогать воплотить в жизнь эти грандиозные планы. А именно, компания предлагает ей уже разрабатывать проекты ультраширокополосного доступа к облачным технологиям. Облачные технологии – это будущее, которое уже сегодня с большой динамикой внедряется в нашу жизнь. Цели не заоблачные, уже есть весомые результаты. Система уверенно внедряется в Узбекистане при поддержке национальной компании «Узбек Телеком». Набирает оборот, расширяет масштабы. Этому посвящали сети саммита в Ташкенте. Цифровой шелковый путь – еще одно понятие, которое звучало на встречах. Цифровое преобразование – это развитие инфраструктуры ЕКТ и построение фундамента для цифровой экономики. Его маршрут тоже должен прилегать через Узбекистан. В этом заинтересованы Дельдора Жураева, Тимур Мирзи Ахмедов, Китай.